всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 16 апреля вот я выставила в проход вот вы видите рассаду которая уже прошла процесс передержки доращивания разжирения я сейчас вынесу буду высаживать в холодную теплицу время которое проводила она в комфортных условиях помогло ей как бы повзрослеть растолстеть нарастить побольше зеленой массы вот где они стоят у меня видите были такие жиденькие все сплошную они закрыли их значит надо срочно изымать на высадку и возраст у них подошел и внешний вид подходящий и вот сегодня я хочу ответить на вопрос который я считаю актуальным который повторяется очень часто в разных вариациях извините за такой этот небрежно выписанный вот гарина галина гришина написала почему у вас такая сильная рассада подкормки я все делаю по правилам но нет такой отдачи еще были вопросы я все выписывать не стала чем вы подкармливаете рассаду есть в такой в лояльной форме есть просто пишут представляю чем только они не напичканы и вот я хочу ну не буду уж так громко выражаться что развеять миф а таких как сказать о подкормках каких-то волшебных золотых кто-то одна вообще это зрительница написала вы свою рассаду показываете но не открываете секреты мастерства не говорите из-за чего она у вас такая какие секреты мастерства я всегда говорю что я с ней делаю я показываю каждый ежегодно ну как ежедневное видео как она меняется как она все а сегодня прочитала вероятно вы ее все-таки подкармливаете по листу сразу скажу что не нужно верить чудодейственную вот такую силу подкормок что вот рассада может растолстеть только от того что я ее кормлю я сразу говорю что у меня из-за большого количества вот поголовья вот этих вот и томатов и перцев всего я просто не успеваю я бы не успела ее подкормить и как раньше кто в советской в советский период жил знают помните было такое солнце воздуха вода наши лучшие друзья я уже давно в течение нескольких лет ну как давно на протяжении нескольких лет вот использую именно солнце воздух и воду я поняла что лучше этого а еще прибавим землю лучше этого ничего не помогает томатом начну все по порядку вот у меня рассада например сейчас я выставляю да она у нее и хорошая корневая система и много листиков как раз столько сколько нужно в период высадки и и для того чтобы вот уже видите бутончик для того чтобы бутон нормально расцвел сформировался причем все упала причем это и баклажаны такие и перцы и все но выносила я их сюда худенькими такими тоненькими такими и я могу сказать честно я уж клясться не буду что ни одной подкормки вот такой традиционный о которой некоторые люди думают чтобы вот палить например под корень поливать стаканчики но многие спрашивают что в стаканчике добавляете ничего в стаканчике я не добавляю единственное что я сделала это в первый ранний период когда здесь было когда там было минус пять за бортом и все-таки после домашних таких высоких температур я подумала что томатом здесь будет не очень уютно я делала опрыскивание но антистрессовая я обо всем что я делаю я показываю один раз я опрыскивала эпином другой раз я опрыскивала янтарной кислотой янтарная кислота она и поднимает иммунитет и тоже антистресс многие ее воспринимают как подкормку но это я бы назвала ее даже не подкормка как стимулятор регулятор роста вот сейчас я принесла перцы которые у меня стояли дома которым не досталось даже тех опрыскивание про которые я говорю их не трогал не пин их не трогала не янтарная кислота это просто потому что но я как как я считаю если вот действительно говорить о секретах мастерства секретов мастерства конечно никаких нет но я считаю что вот подкормки в раннем рассадным периодом периоде растениям не нужны если сбалансированный плодородный грунт у вас сначала в лотке потом стакане рассада и так будет хорошая и самое главное она толстеет только на солнце вы понимаете когда я выставляю на солнце она же здесь находится вот у нас 7 утра уже солнце выходит и до самых до 7 до 8 вечера по 12 часов она находится под натуральным естественным солнцем тут сразу активизируется и вот эти все все процессы и фото синтез и все она буквально вот это вот рассада преображается все это знают и я для новичков хочу сказать что не нужно уповать на подкормки и не нужно думать что только вследствие вот каких-то подкормок многократных пусть даже по правилам вы получите вот такую здоровую толстую рассаду нет это не обязательно как я перешла на выращивание вообще без подкормок но это очень просто я когда начала заниматься рассадой на продажу просто когда много высаживаешь рассады и подкармливать ее очень сложно или просто полить водой иногда даже из шланга или вот это все намешивать дозировки высчитывать я один раз не стала ничего делать второй раз не стала ничего делать и посмотрела и поняла что никакой разницы нет что мы что-то там подкармливаем добавляем что мы не подкармливаем но человек же он существо разумное если никаких изменений нет зачем тогда делать лишнее тело движения я поняла если с осени я готовлю хороший грунт питательный если у меня есть условия но это опять же при условии что у вас есть условия выставлять рано на солнце вы видели какую я сюда приношу рассаду она тоненькая она жиденькая через две недели она превращается в здоровую хорошую рассаду я еще раз повторю что кто-то если думает что я что-то подливаю подсыпаю стаканчики нет если бы я что-то туда подлила мне бы не стоило об этом ну как ничего не стоило сказать бы об этом я бы сказала да я вот полный комплекс нпк вот это черное например жидкое удобрение развела в ведре и добавила я боюсь наоборот как бы она у меня не переросла как бы она не стала еще толще еще более облицвленная поэтому я наоборот боюсь применять какие-то вот эти вот подкормки только из-за того чтобы она и уже не всю высаживать я буду завтра какая-то еще для следующей теплицы будет стоять я наоборот ничего туда не добавляю что боюсь как бы она сильно не перри ну короче мне нужно наоборот тормозить поэтому кроме воды она мне ничего не видит только вода только солнце и только воздух воздух это в том смысле что должны быть все-таки перепады температур днем должно быть тепло а ночью должно быть прохладненько и в домашних условиях еще раз повторю никогда конечно не вырастешь такой рассады вот даже у меня я сейчас высаживаю даже у меня рассада несмотря на то что я считаю ее хорошей нормальной все равно она немного вытянувшиеся потому что во первых здесь места ей мало по идее если получить еще более красивую рассаду нужно ее реже расставлять если редко расставить и она вообще будет коренастая она будет такая толстенькая коротенькая но у меня нет условий потому что рано насеяла для теплиц и вот у меня не так скучно она должна быть еще красивее чуть пониже у меня она чуть вытянувшиеся но ничего я сейчас когда ее высажу в холодную теплицу вот это же для высадки сейчас приготовила я все таки я его когда высажу в холодную теплицу рост вверх у нее очень быстро прекратится она быстро станет коренастой стволик растолстеет начнет выкидывать он цветочный бутон томат и все будет хорошо все вот эти вот свои недостатки свои рассады я знаю я знаю как их исправить но именно только по холоданию вот тут они в более комфортных условиях там они будут в более менее но в холодном и она еще последний недостаток мой вот это вот вытягивание немножко видите она под вытянувшиеся она все вроде и толстенький стволика все но все равно она вытянувшиеся вот это вытягивание не прекратится она сейчас вверх расти не будет потому что там прохладно все ответ на вопрос что я делаю не так все подкормки делаю а рассада никогда не такая не бывает иногда бывает что подкормки и не помогают если у вас условия выращивания например в комнатных условиях когда ночью жарко днем жарко как вот у меня было она не делается коренастой она вытягивается слабеет и у людей люди как по замкнутому кругу они вроде добавляют эти удобрения эти подкормки а ничего не сдвигается с места мне кажется вообще если рассада такая но не надлежащего качества нужно вообще прекратить всякие добавки просто больше выставлять ее на солнце закалять и она исправится некоторые люди своими подкормками и добавками портят загоняют рассаду в угол портит ее вообще все до свидания пока тут рассказывала про пан про томаты оглядывалась заметила что у у этого у баклажана появился цветочный бутон вот тоже баклажаны которые не видели ни разу в жизни никаких добавок никаких подкормок им даже не досталось ни одного опрыскивания потому что я делала опрыскивание их по моему здесь еще не было растут прекрасно растолстели несмотря на то что они считаются как неженками теплолюбивыми видите если бутон он выбрасывает цветочный значит ему здесь подходящие как подходящие условия